Всем привет! Сегодня мы купили на рынке вот такую здоровенную тушку свиньи Весом в целых 100 килограмм По суставу срезаем копыта В них нет мяса и они нам не нужны А внутри нашу тушку нужно хорошенько подсолить Специально для этого видео папа сделал новую конструкцию Проверяем И все работает Финальный штрих С металла снимаем слой коррозии И красим с баллончика Готово! Надеваем на вертел вот такую вилку И проталкиваем его сквозь всю тушу Заталкиваем вилку в мясо поглубже Чтоб тушка не проворачивалась И затягиваем трещоткой Также нужны вот такие зажимы Проталкиваем первый изнутри А на две шпильки которые вышли со спины Надеваем пластину Две шайбы И закручиваем гайки Второй зажим проталкиваем ближе к задней части тушки И тоже затягиваем И тоже затягиваем Еще одно крепление заталкиваем сзади Оно будет держать ноги свиньи И все затягиваем Готово! Берем огнеупорный кирпич И выкладываем из него мангал со стенками Прямо внутри конструкции Переносим тушку на конструкцию Снизу подставляем емкость В которую будут капать все соки Вы могли подумать Что сейчас мы начнем ее зажаривать Но нет Она же совсем не просоленная внутри Это нужно срочно исправлять В кастрюлю выливаем воду Берем три головки чеснока Срезаем у них нижнюю часть И просто выдавливаем зубчики Полученный чеснок Перекладываем в воду Сюда же две луковицы Пучок укропа И кинзы Душистый перец Белый перец Пачка лавровых листьев Свежий тимьян Ну и очень много соли Ставим кастрюлю на плиту И все это варим минут 10 Периодически помешивая Все специи дадут вкус И у нас получится просто мощнейший рассол В другую кастрюлю ставим сито И все это процеживаем Даем всему этому остыть А сейчас нам нужен вот такой специальный кулинарный шприц Опускаем трубку в нашу соленую воду со специями И просто со всех сторон протыкаем тушку Наполняя мясо пряным рассолом Пожалуй это единственный способ так быстро просолить огромную тушу За 20 минут целая кастрюля рассола ушла в мясо А теперь с помощью ножа делаем много надрезов на свиной шкуре Сначала в одну сторону А затем накрест Чтоб получились вот такие квадратики из кожи Через эти прорезы будет постоянно топиться сало И мясо останется максимально сочным Я потратил часа полтора И теперь поверхность этой свиньи больше похожа на шахматную доску Теперь берем две чаши для розжига Наполняем их углями Поджигаем таблетки сухого спирта И ставим чаши сверху Когда угли разгорелись, высыпаем их в мангал Разравниваем кочергой И сверху досыпаем оставшиеся угли в мешке Запускаем вертел И теперь просто ждем Хотя бы час Пусть тушка крутится Из нее начинает капать жир В свободное время я очень люблю смотреть сериалы Даже больше чем фильмы Хороших сериалов мало Но если поискать, то годноту найти можно Один из таких сериалов Хостел Он выходит прямо на ютубе Кому интересно, ссылку оставлю в описании Ну и вишенка на торте Вот эта коробка Внутри нее приз 12 айфон Чтобы его получить, просто смотрите сериал Хостел Также пишите в комментариях под сериалом, что вы от меня и хотите новый айфон Ну и таймкод, на котором вы увидели точно такую же коробку в сериале Вот так это должно выглядеть В первой серии я уже заспойлерил, что это айфон Но в остальных еще будет очень много крутых призов Победителя выберут рандомно Среди написавших правильный комментарий Пишите их как можно больше Потому что я хочу, чтобы айфон достался именно моему подписчику Ну и естественно нужно подписаться на канал Хостел А пока свинья все еще крутится на вертеле Нужно сделать намазку, которая задаст хорошую корочку Для этого берем банку меда Открываем ее И переливаем в миску Также выдавливаем большую упаковку американской горчицы И вливаем много масла Все это хорошенько перемешиваем Пока намазка не станет однородной Смазываем тушку на вертеле этой намазкой прямо рукой в перчатке Конечно какая-то часть течет вниз Зато остальная намазка будет полости по кругу Потому что тушка вращается Да, готовится все это очень долго Зато процесс завораживает Кожица начинает приобретать золотистый цвет А жир капает и шипит Со временем угли не дают нужного тепла Поэтому сверху высыпаем целый мешок новых Самое время намазать нашу свинку медово-горчичным соусом еще раз Ну и раздуваем угли, чтобы корочка взялась быстрее И спустя 6 часов непрерывной готовки на вертеле Кожица стала просто супер красивой и румяной Но внутри мяса все еще сырое Поэтому фольгой обматываем всю тушу Вместе с вертелом снимаем ее с конструкции И опускаем в форму Заталкиваем свинью в нашу огромную печь Закрываем И пусть температура теперь постепенно проходит внутрь мяса А мы пока сделаем гарнир из картошки Сначала нужно все ее почистить А затем нарезать на дольки Нарезанную картошку высыпаем на огромный противень Поливаем маслом Посыпаем паприкой Сухим чесноком И сухим зеленым луком Хорошенько присаливаем И перемешиваем прямо руками Распределяем картошку по противню И тоже в печку Она будет запекаться около часа Вот такой румяной и красивой получилась картошечка Свиная тушка запекалась в печи целую ночь Давайте ее доставать Ставим обратно на конструкцию И наконец-то снимаем фольгу По-моему, получилась очень красивая медовая свинка Давайте же отрежем заднюю ногу Выкладываем на блюдо По-моему, мясо очень сочное Также на блюдо высыпаем картошку И посыпаем ее укропом Ну что, давайте попробуем, что же у нас получилось Мясо супер мягкое В меру соленое И чувствуются все специи, которые мы отваривали А картошка такая чесночная Хрустящая снаружи и мягкая внутри Ногу мы съедим вместе с семьей Но вы по-любому спросите, куда же мы дели остальное мясо Сейчас покажем Итак, срезаем большие куски мяса с тушки Дальше нужно отделить все кости А саму мякоть перекладываем в гастроемкость Во время всей разделки соки аж хлюпают внутри мяса В общем, наполняем гастроемкостью кусок за куском Всего получилось три гастроемкости с горкой, заполненные мясом Также закупились вот такими контейнерами Еще заранее мы купили много сладкого чили соуса Открываем его И разливаем по соусницам Здесь их очень много И все это закрываем крышками И так папа нарезает куски мяса на более мелкие Я все это перекладываю в контейнеры Кладем соус и готово Таким образом заполняем контейнеры, пока не закончится все мясо Получилось 77 контейнеров Для того, чтобы было удобнее перевозить, перекладываем в большие картонные коробки Загружаем в машину И едем в другой город Всю эту еду мы привезли в дом милосердия И раздали старикам и детям А если это видео наберет 300 тысяч лайков, то мы еще приготовим что-то огромное Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть Подписывайтесь на канал Смотрите сериал Костел И делитесь роликом со своими друзьями Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин